Добрый вечер! Здравствуйте! Приветствую всех в сегодняшней встрече. У нас сегодня очень интересный совместный эфир с Велодом Татариновым. Здравствуйте, Володя! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Очень приятно с вами встретиться, наконец, вот так, вживую, не только на конференциях. Взаимно. Спасибо. И спасибо вам большое за интереснейшую встречу, которую вы согласились сегодня разобрать и рассказать то, что вы знаете, умеете, как на 100% всё успевать. Мои слушательницы, слушатели постоянно жалуются, что ничего не успевают, масса планов, масса желаний, и вечно ничего не получается. Поэтому я, чтобы не терять время, я сразу предоставляю вам слово. Вы известный практик, тренер, коуч, бизнесмен, очень успешный. Поэтому ваше мнение очень важно и ценно. Спасибо, Татьяна. Ну, прежде всего, благодарю за то, что вы меня пригласили. Для меня это честь, потому что вы не только микробизнес помогаете им с рекламой, но и фотограф замечательный. И вообще то, что вы сейчас и ведёте канал, обучаете людей, продвигаетесь, это большой вклад в жизнь тех людей, которые юные душой, которые смотрят на будущее ещё с предвкушением, полные сил и желания что-то сделать. И поэтому огромное вам спасибо, вы замечательный человек. И по поводу того, чтобы всё успеть. Ну, на самом деле, здесь есть несколько вещей, которые, если так вот разобрать, если так разговор сделать неспешный и глубокий, мы можем даже так, давайте лучше спросим у людей, какой вам нужен разговор, так сказать, неспешный и глубокий, или, соответственно, по технологии так-так-так-так-так, вот, как бы без объяснения. Давайте, друзья мои, напишите в комментариях, что бы вы хотели, ну, а мы с Татьяной, как говорится, под вас подстроимся, что вы хотите. Глубоко с объяснениями или поверхностно, просто по технологии, раз, два, три и вперёд, в общем. Ждём, ждём, ждём. Давайте, давайте, пишите. Ждём ваши пожелания. Всё для вас, всё для вас. Так, народ пока что-то стесняется. Или пишут уже, пишут, пишут. Нет, так пока уже присоединилось. А давайте пока народ пишет, я вам задам вопрос всего, потому что у меня такое впечатление, что мы с вами вообще подходим с разных сторон, с разных принципов. Вот вы сторонник какой системы? Серьёзного планирования или такого более хаотического скольжения по поверхности и более гибкого реагирования? Вот, отличный вопрос. Я сторонник синергетической модели, которая не объединяет в себе плюсы вот всех тех вещей, которые связаны с таким с инвентальным планированием и плюс спонтанности как элемента жизни. Потому что если мы... Ну, вот народ сказал глубоко, значит, будем глубоко. Сама жизнь, если мы посмотрим, например, ну, во многих традициях, ну, например, если возьмём даже Китай, то же самое вот это эмблема инь и ян, который говорит о том, что целое состоит из двух противоположностей. То есть, соответственно, вот эта вот некая бинарность и как раз некая дилемма, которая включена во всё, во всей жизни. Ну, вся жизнь – это управление противоположностями. И как раз если мы говорим про то, что называется, как успеть всё и получить, что ты хочешь, и многие-многие вещи, они состоят как раз вот из этих вот двух направлений. Ну, если начнём ещё глубже, то прежде всего это, конечно, желание человека. А желания человека, они проистекают истинные желания, как человек говорит, и истинные мои желания из работы подкорковых структур. Есть лимбическая система и рептильный мозг. К большому сожалению или к радости то, что мы считаем, к чему у нас есть истинный интерес, живой интерес, нас не надо как-то заставлять, это, как правило, связано с тем, что мы выполняем инстинктивные программы. То есть это вот такая тяжёлая правда. Сначала это со мной случилось в 2000 году, я тогда жил в Варшаве, и я впервые слышал про этологию, и человек, который, знаете, изучал до этого только психологию, и именно с этим прибором ходил по жизни и пытался там объяснить, знаете, там, это, так сказать, протест, там, о, это, так сказать, человек просто хочет свои границы отстоять, ну, вот, как бы, как бы, ну, с этим инструментом я ходил-то, и тут мне бабах, как ушат воды, ну, как бы, как же так. А потом, соответственно, когда он начал побольше с этим разбираться, то на самом деле увидел, что то, что вот мы хотим сделать, то, что человек хочет сделать, оно, как бы, имеет две вещи. То есть первое, и самое такое понятное для людей, это то, что диктуют подкорковые структуры. Рептильный мозг и лимбическая система. Так как рептильный мозг многоднажды выжжет и размножится, это прежде всего. А лимбическая система, это как раз обезьяния, удаль, это доминация. Например, если я фотографирую, я должен фотографировать лучше, чем другие, и получить признание, как фотограф. Чтобы, то есть, если я фотографирую для себя, и никто этого не видит, ну, как бы, это тоже хорошо, как бы, ну, мне же нужно, чтобы братья по разуму сказали, браво, браво, просто, маг, фотопарк, какой свет, какой момент, смотри, какая экспрессия. Невероятно, невероятно просто, И человек говорит, да нет, что вы, что вы, ну, я просто, как бы, да. Но это, вот, доминация, это некое в роду соревнование. Потому что человеческое существо, существо борьбы и победы. Как только у человека уходит из жизни борьба, и желание победить, у него тут же начинает падать вся физиология, потихонечку растворяться, он становится, ему ничего не интересует, и он постепенно угасает. Но сначала, как бы, он не угасает, потому что сначала работает идеологическая волна, которая и выдвигает его на гормональном бульоне, да, лет 14, когда начинает он интересоваться противоположным полом, любовь, вот это, гормоны кипят, потом надо размножиться обязательно, потом надо, сделать так, чтобы дети обязательно были социализированы, и чтобы они были в социуме как можно выше, вот, и так далее. Потом он как бы составится умереть, и как только человек перестал осуществлять вот это вот, то, что называется доминация, бороться, у него тут же, как бы, как дроздофилы, есть такие мушки, некоторые дроздофилы живут в два раза больше, чем все остальные, и живут те больше, чем все остальные, которые откладывают яйца, вот, откладывают яйца, пытаются вот за жизнь бороться, как только, как бы, они решили, что им уже это все, они очень быстренько, как бы, в общем, угасают. Жизнь, такая вещь, вся биология на планете Земля, вся органика стремится к одному, это биологическая доминация, то есть, все биологические виды, в том числе человек, стремится к тому, чтобы свою биологическую жизненную природу, свой импульс распространить как можно дальше. И здесь вот это вот, это первая составляющая, которая, как бы, есть у всех, и, ну, как бы, современные люди, как и я в свое время, крен идет в психологию, и это люди отрицают, как будто бы этого нет, ну, как-то даже стыдливо так, ну, при чем здесь какие-то там, подкорковые структуры, о, нет, 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 у нас просто вот такое желание, вот, ну, потому что желание, да. Ну, и вторая вещь, которую, как бы, люди сказали от Бога, вот, потому что это свобода воли, свобода мышления, то, что называется, если в первом случае, это достаточно такая понятная и прагматичная реактивная мотивация, это пинок-полет, то есть, как бы, сначала пинок, а потом полет, а у человека есть еще такая вещь, когда человек, например, что-то решил, но, как правило, для этого ему тоже нужно картинку, в основном, чтобы человек что-то захотел, ну, например, идти по белому песку, распустив волосы, наслаждаясь бризом морским, вот, эту картинку ему нужно где-то было увидеть, или кто-то рассказал, потому что, если кто-то ему не увидел, не рассказал, то его будут интересовать другое, доминация, ресурс, репродуктивность, а вот для души, как люди скажут, это надо картинку, чтобы где-то он ее увидел, а вот когда он ее увидит, эту картинку, и эмоционально он почувствует, что, да, вот тогда он может этого захотеть, и тогда он не может не дожидаться, вот этой вот реактивной мотивации, там гроза, мужик крестится, да, там вот какой-то пинок, полет, все это вот, как люди обычно ничего ведь не делают, если только их не заставить жизнь, обычный человек сидит, как бы, а если не надо ничего делать, то ничего не будет делать, а если сейчас людям дать, например, деньги, и как бы уровень, вот этот вот, как бы, как сейчас спорят, нужно ли давать деньги, такой, как бы доход, который есть у всех, несмотря ни на что, ведь это просто массовая деградация, и начнется, ну, как бы вообще просто хаос, садом вместе с гаморой в одном месте, когда человек, например, он что-то делает, вот он каким-то образом бросает вызовы, преодолевает, вот, он в этот момент живет, и обычные люди не меняются никак, никак не меняются, потому что, ну, если нет задачи, с точки зрения проблемы, то человек ничего не будет делать, сам себе он задачу не создает, это вот достояние небольшой группы людей, немножко таких сумасшедших, потому что, как бы, человек вдруг решил, что вот он, этот бриз там, это возможно для него, и он начинает, соответственно, делать какие-то действия, но для того, чтобы этот бриз стал для него реальностью, что уже ненормально, это уже ненормально для человека, потому что нормально для человека сказать, что, как мне хочется бриз, как мне все, ну, вот видишь, какая жизнь у меня, да, вот работа, все, дом, вот я сижу, видишь, как, а где-то люди ходят с бризом, и так вот, такая вот грусть, собственно говоря, и неудовольство своей жизнью, потому что нет бриза, ну, и все, я ему скажу, ну, давай, сделай этот бриз, он говорит, как я тебе сделаю такой бриз, Ну, ведь можно там переехать. Куда я тебе перееду? Ну, ведь там это самое. Во-первых, у меня денег нет. Во-вторых, где я там буду жить. А во-третьих, где я буду харчеваться. И там вот это все. Нет, ты знаешь, дорогой друг. Так бы хотелось. Но видишь, не пускает меня жизнь. Никак не пускает жизнь копейка. Судьба злодейка. Или наоборот. И вот поэтому, собственно говоря, большинство людей никогда и ничего в жизни не получат. Все постановки целей нужны только для того, чтобы обольстить себя на время постановки целей. Когда человек, как это бывает, как говорят гуру постановки целей и тайм-менеджмента. В Новый год, когда там бьют куранты, человек достает ежедневник и пишет прям свои желания. Некоторые говорят, надо написать 50 целей, жонглирование целей. А кто-то говорит, надо прям в думу. Вот как бы, знаете, прям увидеть во сне. И вот все это записать, записать, чтобы получить это воодушевление. Или даже люди, которые пишут, получают воодушевление. А потом приходит его величество, ее величество, реальность. А в реальности люди двигаются по привычке, с определенными вещами, которые определены. Ну и через какое-то время человек иногда еще вспоминает эти цели. Ну, например, он хотел похудеть на 20 килограмм. Вы говорите, ой, жирная свинья, как тебе не стыдно? Похудей, похудей. А как тут худеть, когда Новый год, правильно? Новый год, застолье, там вот это все. Ну, тут уж не до этого. Ну, и как бы получается то, что хотел бы человек одного, а вот получается вот в жизни другое. И выйти из этого, в основном, процентов 80-90, оно не выйдет. Как бы, что бы ни было, что бы, чего людям не говори. А если даже им скажешь отличную технологию, нормальный человек скажет, ой, это все мутня вообще. О чем вы? О чем вы говорите? И дальше идет, в зависимости от его интеллектуального потенциала, идет его концепция жизни, в которой, если убрать всю воду, остается только одно. Но, фатум, это не изменить все. А если не изменить, ну, что нам это должно? Дергаться вот это все, людей только смешить. И вот, если вот убрать все, то в основном будет вот такая вот вещь. Или там, какие-то научные исследования, или псевдонаучные исследования, так сказать, потом, от гемосфена цитирования Вергилия и Ижи с ними, и туда же Фройда, который Фрейд у нас, ну, и так далее. То есть, все это вот, это вот эта тема. А по факту, если люди интересуются технологией, они ее, и это небольшое количество людей, людей, в принципе, таких ненормальных, потому что нормальным быть человеком, это надо быть 80% людей, которые живут как обезьяны. Но наличие, например, телефона не делает из человека человека, потому что обезьяны, как и все животные, живут исключительно реактивной мотивацией. Пинок, полет, гром перекрестился там, чего-то там, ну, и все. А если нет, то человек отдыхает. А почему ему надо отдыхать? Ему надо получить удовольствие здесь и сейчас. Это лимбический мозг. Лимбический мозг говорит человеку, твоя задача получить удовольствие здесь и сейчас. Какое лучшее удовольствие? Один говорит, мне надо, например, выпить, например, там, бокал вина. А кто-то говорит, мне надо посмотреть на бриз. А, ну, бриз там далеко, по крайней мере, хоть что-то. В общем, человеку нужно получить удовольствие здесь и сейчас и лучше быть теми инструментами, которые доступны. Постоянное получение удовольствия, это и есть деградация и дорога в никуда, которая сгубила огромное количество даже потенциальных людей, которые что-то из себя могли в этой жизни получить. Поэтому 80% людей, нормальных людей, обречены на то, чтобы быть в посредственности, метать дерьмо к тех людей, которые обнаглели, например, и хотят, несмотря на уже на зрелый возраст, они обнаглели, знаете, что-то там кому-то рассказывают про продвижение в интернетах. Совсем уже с ума сошли, уже сказать, да, глупости какие, да. Ну, и как вы у вас, вы, наверное, заканчивали там MBA в Фенигинеи и так далее, наверное, да? Вы скажете, а при чем здесь MBA и продвижение в интернет? А людям, как говорится. Я так и думал, что вы не заканчивали. Смешно. Все, кому не лень, уже начинают про продвижение говорить и прочее. Ой, даже стыдно, знаете, вот так прям, знаете, тронуло меня вот это все. Вот это вот и есть 80% то, что он назвал, раньше называли их в Риме плебус. Ну, или плебеи, как бы, ну, плебеи обидно, а плебус вроде как красиво звучит. Плебус. Эти люди ничего делать не будут, они крайне озлоблены на тех, кто посмелился выйти из, так сказать, вот этой массы. Ну, и как бы, вот, если кто-то, не дай бог, что-то достигает, то на него обрушивается вся от пролетарской ненависти до капиталистической ненависти, потому что зависть, как бы, и прочие вещи. Потому что нас любят, люди любят всех подряд критиковать, вставлять свои пять копеек, даже когда их не спрашивают, давать совет, ну, так, как бы, да, не имея результата. Например, человек, не имея результата по деньгам, дает совет по деньгам, рассказывает, что деньги, как правильно нужно, и вот что это, нет, 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 на каком основании, на основании того, что он считает себя умным, вот, и, как бы, ничего другого в этом нет, поэтому 80% людей будет интересоваться любой самоорганизацией, на уровне, как бы, ну, смешите меня, ну, так можно подумать, или, ой, даже стыдно смотреть, слушать, бредни ваши, фу, фу, это вообще, никакое, это, совсем, даже малейшие критики не выдерживает, это просто глупо, это, вот, что это, вот, это все одно и то же, все, вот, это все называется невежество, невежество, или невежество, исходя из, некоторого отсутствия потенциала, некой такой, знаете, импотенции, такой, потому, что человек, не может он поставить цель и действовать, или, от большого ума и невозможности действовать, или, просто, потому, человек невежный, а когда человек невежный, он счастливый, потому что он знает все лучше всех, как устроен мир, потому что любой, возьмите него таксиста нормального, ведь таксист знает все, он знает, как правильно, как неправильно, кто прав, кто что сделал, кто отравил Навального тут же, например, у таксистов про себя, он где-то тут же все ответит, и человек не задумывается особенно, у него есть ответ на все, он такой, настоящий, соответственно, и поэтому ничего на самом деле не будет, а если кто-то ему будет рассказывать про тайм-менеджмент какой-то и прочее, он скажет, как на самом деле есть, используя в том числе ненормативную лексику, скажет что-то, и вот такие вещи. Так вот, поэтому 80% людей все равно никогда в жизни ничего не добьется, и даже когда они ставят цели, эти цели нужны для некой индунгенции, что я вроде как что-то делаю, ну и момент вот этого написания, некое теплое чувство, что а вдруг мне фортанет, и ни с того ни с сего я вдруг получу то, что мне не положено, потому что это вот как раз национальная забава людей во всех странах, в моей жизни был такой опыт, 16 лет, у меня было беспрерывное путешествие, я обучал людей маркетингу и продажам, и это было в разных странах, и поэтому мне удалось познакомиться с ментальностью людей абсолютно разных, например, Испания, Турция, Сербия, Румыния, Таиланд, то есть люди различные, абсолютно культуры различные, а суть как бы вот, ну у людей в принципе у всех более-менее одинаковая, 80% вот это как раз как бы крепкой массы, и 20% людей, которые как бы вот что-то делают, кто-то двигается вперед и так далее. Поэтому интересно на самом деле самоорганизация как таковая, процентов для 20 людей, потому что самоорганизация поднимает собой уже элемент некого насилия над собой, а человеческое существо, как говорил Будда, избегает страданий и стремится к удовольствиям, потому что когда человек самоорганизует себя, тут уже нет удовольствия, это подчинение, а это страдание уже, это дисциплина. И нормальный человек, он как бы по природе своей, он думает как бы ему отлынуть уже в сторону, потому что как бы да-да-да, по делу что будет, уже как бы вот это ни о чем, ни о чем, это все вода, вот это все кругом вода, это все ни о чем, вот это, потому что неприятные, как говорится, очень обидные, помните как у классика было, очень обидные ваши слова, помните как говорил Шарик, когда про слона у него спрашивали, это очень обидные ваши слова, тоже говорит, я не понимаю вас, слон, он животное полезное, вот. И для тех людей сумасшедших, в 20 процентах, которые что-то хотят сделать, и обычно люди попадают в прокрастинацию, то что называется тайм-менеджмент, тайм-менеджмент это огонь, то есть каким надо быть человеком, чтобы решить, что человек может управлять временем, как таковым, вот сама идея, да, управления временем, то есть есть 24 часа, человек управляет временем, но как он может временем управлять, то есть никак, он может собой управлять, вот управление собой, это уже самоорганизация, но тогда получается, как и положено людям, то есть есть, про самоорганизацию люди еще говорили, когда диасфены все, но это вроде старье, правильно, а тут тайм-менеджмент, опа, it's new, ой, как это правильно, ну как, что же мы будем делать, мы сейчас будем управлять временем, как, давайте писать планы, давай, и там начинается, то есть человек тратит только время, он все, я там делаю, 12 лет, я 15 лет делаю, я там все, ладно, человек попытался сделать вот это все, втишнуть в себя урокрустого ложа, и через какое-то время у него идет откат и ненависть, потому что он все это делает при помощи воли, а что значит воля человека? Воля человека это подчинение, это такая революция в масштабах человеческой личности, революция всегда вызывает только одно страдание, то есть революция в любом случае всегда равно страдание, это все, это конец, эволюция, это развитие, это, ну, есть высокочастотные колебания любви, эволюция, вот вам это особенно близко, как к человеку творческому, эволюция, это развитие, это вот любовь, а революция, это страх отобрать, поделить, убить, так сказать, дракон умер, да здравствует новый дракон, ну, в общем, вся вот эта вот милая, вот эта вот милая возня, обезьяня, кстати, это же обезьяна, любая обезьяна, то есть если там вожак закачался, его кирпичом в голове идет тюк, там типа, и теперь я вожак, все там девахи мои, бананы теперь мне несите, то есть дракон умер, да здравствует новый дракон, называется революция, и вот эти революционеры, причем она воспетает революцию, то есть революция, вот это все, виво-революция, это все обезьянство чистой воды, опять же, если сказать, народ, он очень сильно начинает на тебя косить лиловым глазом, а даже может кинуть, что-нибудь там, типа, тебе вот так мерзавец, вот, а по факту, на самом деле, тайм-менеджмент, это профанация чистой воды, кто пытался это делать, ну, может, сказать, знаете, как это обычно бывает, я просто, наверное, ничего не понял, как вам тайм-менеджмент, о, тайм-менеджмент, о, великолепно, великолепно, сам думаю, сейчас чем-то там за умного сойду, о, великолепно, тайм-менеджмент, о, вы знаете, хо-хо, я прям, я, и так прям все пошло, пошло, там, да, бесперспективняк полный, потому что, как это бывает, человек что-то начинает с себя очень сильно, прям, все так ставить, 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 в конце концов, откат, вот, в конце концов, некая ненависть, потому что все, что делано на воле человека, вот, исключительно на воле, когда человек напрягается, воля имеет свойство создавать сопротивление, потому что это же подчинение, это насилие, но сколько в грибочке не видится, конец оно будет, сначала насилие закрепляется на уровне ментальных программ, срыв, человек становится таким сумасшедшим, вот, он начинает на всех, как бы, ну, знаете, какой у него тип личности, да, он, например, автор, например, агрессия, или он, если, там, по природе своей, когда, как бы, животный начал, у него высокоранды, он, значит, найдет более слабого, на него, как бы, скинет все, а если человек порядочный, то должен, конечно же, скидывать всю гадость на людей близких, ну, потому что они же близкие, они же поймут, и поэтому, вот, на них надо выливать свое дерьмецо, вот так вот из ушата, ну, недовольство своей жизни, вот, и, соответственно, ну, как бы, ничего с этим не поделать, потому что, действительно, прокрасит, само по себе, вот это тайм-менеджмент, там есть рациональное зерно, связано с тем, что называется самоорганизация, опять же, от тех же древних греков, но все же это было, ничего, как бы, умнее не придумали, но только теперь, если есть, например, у нас есть какой-то гаджет, и он мне показывает что-то, ну, круто, ну, раньше записывали, ну, а теперь гаджет, то есть, а суть остается, и поэтому, с одной стороны, когда у человека есть, ну, определенные какие-то, вот, вызовы, которые он ставит на будущее, что он хочет сделать, он как некий архитектор будущего начинает, как бы, в этот момент делать, вот, это, ну, это плюс, конечно же, потому что все, что мы имеем, вот, если посмотреть перед собой, оглянулся, все когда-то это было идеей чьей-то, это какая-то ментальная идея, которая потом была, вот, осуществлена, то есть, поэтому, в принципе, конечно же, планирование как таковое, оно имеет место быть, то есть, если говорить вообще, никакого планирования, но это хаос, как говорят, опять же, китайцы, планирование или структура, это то, что называется ям, то есть, пардон, инь, это женская, женская составляющая, женщина, это структура, это некая система, а мужское начало, как говорят китайцы, это ям, это хаос, вспышка, энергия, как бы, и так далее, то есть, ну, разрушительно, фактически, если, как бы, и, по идее, в нем есть ядро, соответственно, какой-то жизни, то, фактически, являясь жизнью ям, в нем, как бы, много разрушений, а вот вместе все, как холодильник, например, холодильник, сам по себе, это инь, а электричество, это ям, а вместе все дает, как бы, контролируемый холод, и все работает хорошо, поэтому, по отдельности, вот это ничего не работает, и поэтому, когда у человека есть структура некоторая, что он хочет получить в жизни, потом ее надо наполнить действием, вот, друзья, которые слушаете, вот, вы, это, вы меня просили поглубже, то есть, поэтому, тут у нас пространные пошли, эти самые, вплоть до философских рассуждений, вы там напишите, если вы, это, как его, ну, как бы, уже, знаете, как бывает, у меня, я владелец астепатической клиники, и у нас в клинике астепатической тоже есть герудотерапевт, а он, значит, пиявок ставит, и, знаете, когда пиявка, она сидит, сидит, ну, когда потом, ну, особенно, если там что-то было воспаленное и так далее, там кровопоток очень, ну, как бы, сильный кровоток, она напивается, и там, типа, все, готово, но она, ей ничего больше не нужно, потому что она слишком пере, это самое, ну, переела, ей больше не нужно, так вот, и некоторые люди бывают, когда слишком большой поток, человек берет, берет, потом уже начинает теряться, и, как естественное свойство торможения, он говорит, все, 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 языги, давай, все, все, мы поняли, вот, пока не спим, отлично, вот, видите, у вас какие замечательные люди, пытьевые, пытьевые, нормальный человек уже, который, у которого, как у нормального, как бы, человека, внимание, отвлекается за секунду четыре раза, и поэтому, отвлекаясь за секунду четыре раза, тут уже, как бы, ну, столько, что, уже сколько, не выдержать уже, не выдержать, под вниманием столько не может быть, так вот, когда у человека есть план, план, нормальный человек, вот, у тех 20%, которые ненормальные думают, что они могут получить что-то от жизни, рождаются при помощи того, что они создают, ну, вот, какой-то, такой некий себе образ, опять же, образ, у нас образное мышление, я создаю себе образ, это картина, я бегу, там, по белому песку, навстречу морскому ветру, или сходит солнце, может, оно, или, наоборот, там, солнце, там, типа, оно заходит, я бегу, выдыхаю свободу, волосы развиваются на ветру, и ощущение счастья. Вот такую картину увидел человек, и, говорит, все, вот это вот, да. Ну, он уже, он как бы, понимает, что это есть. Когда он этого желает, это первый импульс, я этого хочу. Вот, это хорошо, потому что, когда у человека есть желание, и какая-то картина, у него появилась конкретика, то есть, он может это зафиксировать, как цель некую, вот, какой некую цель. И дальше ему надо срочно избавиться от повышенного желания это получить. Потому что избыточный потенциал желания, это является антиполучением. Когда человек что-то очень сильно хочет, он создает проблему с получением того, что он хочет. Потому что он создает потенциал слишком большой. То есть, как это работает, есть два объяснения, но, а какое вам понравится, сами выбирайте. Но, с одной стороны, если человек очень чего-то сильно хочет, то, как говорят психологи, то бессознательная часть понимает, насколько это для человека может быть убийственным, если он это не получит, на всякий случай, чтобы не переживать потом и не страдать, но сделает так, что он этого не получит. Это вот такое психологическое объяснение. А еще есть такое объяснение, более, наверное, эзотерическое, которое, в принципе, логическое. Называется, что посеешь, то и пожнешь. У человека всегда в жизни что-то сеешь, то фактически и жнешь. Когда человек очень чего-то хочет, он транслирует, что у меня этого нет. Настолько у меня этого нет, что прям вот да. Когда он сажает семена, у меня этого нет, то всходят сначала деревьев и плоды. Нет, и никогда не получишь, потому что это справедливо. То есть, ну, как бы, ты же, как бы, вот, это же и сажал. Еще, например, я сажал, потому что хочу, но, как бы, тут уж, вы понимаете, с точки зрения вибрации или различных там вот вещей, вот, как эзотерики говорят, тут уж ничего. Поэтому, как вам нравится, объяснение выбирайте сами. Тут уж, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но суть остается в том, что когда есть желание, его надо перевести в намерение. А наверение – это твердая решимость иметь. Ну, позвольте, я объясню. Давайте, друзья мои, с намерением и желанием руку положите, пожалуйста, сейчас на стол. На стол руку положите и страстно желаете ее поднять, но не поднимайте. Потому что поднять – это сделать действие уже. Это не желание, это уже действие. А вот просто вот рука у вас лежит и страстно желаете ее поднимать, но не поднимайте. Просто страстное такое желание. Даже может, чтобы зубы сводило. Как же, например, рука поднялась, поднимись рука. Но не поднимайте, потому что, ну, это уже действие не надо делать. И вы скажете, ну это какая-то глупость какая-то, потому что если я хочу, то есть я делаю. А вот это как раз делаю, когда человек начинает делать, это не желание, это выполнение некого приказа, некого задачи. Это то, что называется намерение. Намерение – это твердое решение иметь. Когда человек что-то желает, начинает себя подбодривать. Как правило, он понимает, что он это не получит, и поэтому он хочет себя подбодрить, что ты сможешь, потому что он чувствует, что не тянет. А если человек это обычно, например, я не могу сейчас говорить, все вот, иди, ты можешь, ты можешь сейчас налить себе чая, ты можешь, у тебя получится заварить и выпить горячего чая. Я верю, у тебя получится. Ну, какая-то странная вещь. Я налил чайную и выпил, это просто. Тут даже как-то вот это странно. Потому что, когда это просто, нет сопротивления никакого. То есть, я это, наверное, уже делал, для меня это в моей картине мира, в тех вещах, которые есть, это нормально. Если я начинаю себя подбодривать, скорее всего, я выхожу на новую для себя горизонт, который для меня не открыт, и, скорее всего, это для меня что-то новое. И вопрос, мне нужна опора. В чем опора? Ну, люди умные говорят, конечно, в Боге опора прежде всего. Но, предположим, мы опору получили. Ну, а дальше что? У Бога-то нет других рук, кроме наших. Ну, дальше надо приступить к выполнению. Каким образом? Ну, вот опять-таки люди скажут, ну как, а распределить на маленькие части, как, опять же, адепты, как говорят, со слона, съесть по кусочкам. В принципе, в этом есть смысл. Когда человек начинает хоть что-то делать, действия рождают новые действия. Но суть в этом, как бы, не так и проста. Потому что есть две вещи. Первое, это путь. Путь, ну, то есть, то, что я начинаю делать. Должен меня изменить. Если моя задача, например, бегать и чувствовать себя хорошо поблизу, значит, что для меня тогда хорошо? Ну, наверное, я каким-то должным должен туда попасть. Вот. И если я бегаю, и у меня хорошо, то я должен иметь какую-то свободу. Но если я не сумасшедший, потому что тогда свободу будет недолго, меня снова отловят, и принудительно будут лечить. То, значит, я могу это бегать и делать, ну, чувствуя какую-то уверенность, завтра мне какие-то нужны деньги. Значит, в любом случае, я что-то должен сделать, например, заработать деньги там, ну, или каким-то образом, если это женщина, найти как бы человека, который обеспечит эту мечту, вот. Женщины так об этом мечтают, особенно раньше, сейчас же меньше и меньше об этом мечтают. Это измельчали мужчины. Вот. Женщины, как я воспринимаю, измельчали, измельчали. Вот. Поэтому придется самой, все самой. Вот я могу сказать. Ну, нет, конечно, бывают все-таки нормальные, как бы, но так вот все, конечно, все они какие-то, в общем, что говорить. Как бы, вот, вошел в водолей, как бы, все это наша вселенная, вот и все. Женское время пошло. Окей. Так вот. Когда человек создал намерение, а намерение – это нежелание, это уже твердая решимость иметь, дальше ему нужно что сделать? Перейти к действию. Потому что ежедневные действия должны, с одной стороны, его изменить, потому что, если он до этого не делал это, у него, соответственно, не может быть и то, о чем мечтает, потому что ежедневные действия должны позволить ему измениться или трансформировать. Дело должно человека трансформировать, дать ему навыки. А навыки – это знания, закрепленные на уровне тела. Например, я хочу фотографировать, научиться. И никогда этого не делал. Сначала как-то я не понимаю, что там, да, делаю снимок, то есть действия, анализирую лучше с тем, кто умеет фотографировать, чтобы он мне сказал то, то, все, и даже он мне обучает. Делать так, вот так, там, такая там, вот. Я делаю, вот, уже, как бы, результат лучше, 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 А потом, соответственно, для меня это становится простым, потому что я закрепил эти знания на уровень тела. Я смотрю, и у меня нет там, ты, а сначала, так, мне надо сделать там. Ну, как бы, я это делаю уже неосознанно, потому что это стало моей компетенцией неосознанной. Я настолько закрепил это на уровне тела, что это мой навык. И тогда я могу фотографировать, соответственно, я могу увидеть что-то другое. Для меня интересно, теперь уже настроение, что-то такое, чтобы поймать. То есть я не буду делать технические вещи, что-то мне как-то надо, вот это. Это уже будет на автомате, и я буду смотреть что-то более стратегическое. Тактические вещи уже у меня находятся на уровне тела, я получил скиллы. Так вот, это закрепление на уровне тела и позволяет человеку, соответственно, осуществить движение с минимальными усилиями. Потому что, как только сначала человек что-то делает новое для себя, его организм крайне против этого. Потому что наши подкорковые структуры, это хозяева жизни, очень против того, что мы напрягаемся, потому что за какими-то привычными для нас рутинными делами вниманию нужно быть, находиться в алертном состоянии. Мы должны очень смотреть за этим. А это энергоизбыточно. Мозг и так потребляет 25% энергии, поэтому кто-то не хочет. Хочется так, чтобы человек вроде бы что-то делал, а в этот момент он думает о чем-то, вспоминает о прошлом, делает еще что-то такое. И он как зомби, как бы на автомате что-то делает, а в принципе в этот момент внимание находится в другом месте. И вот это вот состояние зомби, это то, что это нормальное состояние человека. А вот когда человек становится целостным, и он находится здесь и сейчас, во внимании, вот это ненормально уже становится. Он получается таким, ну в принципе, богоподобным. Не обезьяноподобным, как вот обычно, а богоподобным. Но это уже как-то дико, дико для людей. И поэтому, собственно говоря, получается то, что когда что-то находится, что-то делает новое, и закрепляет, он находится в таком состоянии, достаточно некомфортном. И обычно рептильный мозг этого не позволяет делать, потому что ну нафига. То есть рептильный мозг, главное, выжить и размножить. А выжить и размножить, это делать то, что проверено. И это противоречие. Мечтает человек об одном, о бризе. А как бы лучше бы он будет делать то, что привычно. Тогда бриз для него становится просто мечтой неисполнимой. И легкая грусть овивает всю его личность. Поэтому, чтобы выйти из вот этой прокрастинации, сначала человек, конечно же, использует осознанность, что ему этот путь должен его изменить. А дальше использовать уловку. Уловку, которая называется смена парадигмы. Лучше всего я это посмотрел у индейцев яки. Индейцы яки, у них есть парадигма, отличная парадигма, которая позволяет выполнять 100 из 100% задуманного. Потому что это очень хитрая вещь. Индейцы яки, как и положено хитрым индейцам, изменили, для чего нужно делать. Ну, например, опять же, какой-нибудь, например, хочет выучить английский язык, а он ее не получается. А он ее не получается, потому что он начинает учить и бросает. Как бы делает и все. И, соответственно, он должен понимать, как говорят индейцы, ритуальные действия. Ритуальные действия это что значит? Человек должен наложить волю на текущее время. Вот тут я никак не обойдусь без понятия именно мировоззрения индейцев. А индейцы, кстати, очень продвинутые в точке зрения всяких таких вот вещей, они говорят, что человеческое существо это как двуликиянус, но только двуликиянус в нашем понимании это один злой, другой хороший, а там по факту это видящий сон и видимый во сне. То есть, когда человек спит, лежит, тело его на подушке, это видящий сон, человек видит сон. А видимый во сне, который там что-то действует и делает, это как раз фактически видимый во сне, это практически есть тот самый человек, но только на уровне сознания работает это плохо, потому что сознание привыкло у нас быть в нашем биологической форме, а биологическая форма это мы никогда не находимся в реальности. Вот когда мы с вами сейчас общаемся, реальность для нас это электрические колебания, которые попадают, ну, в зависимости от того, есть тактильные, или зрительные, или аудио, попадают на правильные органы, потом переводятся в электрические сигналы и обрабатываются можно. То есть, мы всегда находимся в миллисекундах от реальности, а следовательно мы ее не можем управлять. То есть, мы не можем управлять реальностью, потому что мы, поэтому все аффирмации, вот это вот, милые вот эти вещи, для нормального человека это просто полная ахинея, потому что человек пытается управлять реальностью, не находясь в реальности. То есть, например, как я пытаюсь управлять автомобилем после того, как он врезался. То есть автомобиль врезался уже, а я после этого кручу руль. Вы скажете, ну это бестолковый, ты так не сможешь управлять автомобилем. А люди вот, особенно вот эти вот умники, которые пытаются это сделать, они пытаются сделать то же самое. Но, например, с другой стороны, мы видим молитвенники сильные, медитаторы, как-то им это удается. Почему? Потому что они перетаскивают в свое сознание так называемые тонкие тела. Это вот то, что называется видимые во сне. И в этот момент, вот то, что у нас осознанное сновидение и так далее, люди могут управлять реальностью, потому что тонкие тела как раз они относятся к этой реальности. И тогда можно управлять этой реальностью, что индейцы и хотят делать. Вот они все как раз этим были озабочены. Внутреннее намерение нужно для того, чтобы людям, перейти о барьер восприятия, вот то, что как раз Рубикон в этой реальности, вызвать внешнее намерение или благоприятные исходы, чтобы реальность помогала. И для этого им нужна личная сила. А чтобы личную силу получить, нужно наложить, как они говорят, волю на текущее время и, соответственно, создать связь в человеке на уровне тела. Решение равно действие. То есть человек принимает решение какое-то и он на следующий день это решение обязательно сделает или умрет. То есть они такие, ну индейцы, что с них взять? Неграмотные и так далее. И поэтому за определенное время создавался такой связь. Решение человека равно действие. И вот эти действия, которые человек должен был сделать, называется ритуальный. Если мне нужно, например, выучить английский язык, я начинаю набирать личную силу, и я не могу лечь спать, пока я не выучу два слова. То есть я не могу лечь спать, пока не выучу два слова. Не могу. И причем, когда я должен обязательно еще для себя, например, там записать, что перед сном я это сделал. Для чего? То, что я должен сделать. Для того, чтобы зафиксировать элемент победы. Потому что если я хотел сделать и сделал, доминация плюс, и идет эндорфиновое подтверждение, значит я молодец. То есть я победил. А если я в чем-то победил, а не проиграл, я буду это делать с удовольствием. Потому что это идет как раз подтверждение. А если я решил и не сделал, мне неудобно, потому что это кортизол. Потому что меня наказали за то, что доминация минус. Потому что мы не можем доминация минус. Мы существа борьбы и победы. И хитрые индейцы, которые не знали, кстати, нейробиологии, как они это смекнули. Вот у меня непонятно. Вроде такие не обученные были. И вот эта вот тема и система с ритуальными действиями является действительно великолепной. Самой лучшей из тех, которых я изучал, а я 32 года изучаю человека и его возможности. 32 года это достаточно большое. Причем в полях, занимаясь маркетингом, продажами. То есть не просто так в теории, в дискуссах с такими же умными людьми, как и я. А именно работая с людьми. А люди, они, вы знаете, какие бывают. Разные. И главное, что все хорошие. Так вот, ритуальные действия – это механизм, который позволяет человеку, используя то, что называется изменение парадигмы, сделать так, чтобы все эти вещи, которые он хочет получить, делая каждый день маленькие вещи, связанные именно с собой, то, что я должен сделать. Потому что нельзя планировать то, что относится к другим людям. То есть я могу только планировать то, что зависит от меня. И в этот момент я имею самое главное желание – это накапливать личную силу. А побочным эффектом является постепенное мое изменение для того, чтобы я приходил в уровень с целью. Ну и увеличивая личную силу, человек может все-таки инициировать так называемые внешние намерения и обеспечить себе благоприятные исходы. Благоприятные исходы – это называется удача или везение или фарт. Когда каким-то образом удивительным хочет человек что-нибудь и встречается человек как специально. Или, например, проспал человек, и в этот момент и самолет тоже задержался, и он спокойно себе попал. Это все-таки непредвиденные вещи, которые нельзя теоретически никак сопоставить, но тем не менее работают. Вот таким образом человек может получить 100% из тех вещей, которых он для себя сделал. Это было пространное философское объяснение без каких-либо технологических конкретных вещей. Ну и, собственно говоря, мы с вами уже 45 минут замечательным образом выслушиваем мой монолог. Ну и, друзья мои, все, что мог я, как говорится, всю технологию концептуально рассказал. Вот такие вот вещи. Не знаю, насколько я был полезен для аудитории, но то, что Татьяна – кремень просто, это 100%. Татьяна все время слушала, 45 минут она слушала меня, была в таком состоянии, что просто изумительно. Какой культурный, воспитанный, замечательный человек, когда слушал бредни другого гражданина в течение 45 минут. Ну вот, пожалуйста, не называйте то, что вы сказали бредними. Я сидела и наслаждалась вашей речью. И отдельное колоссальное вам спасибо за все те аллюзии, за все те литературные, кинематографические отсылки и цитаты. Потому что для меня это еще было, помимо всего прочего, колоссальное наслаждение слышать человека, говорящего на моем языке. Это настолько редко встречается в сети, не говоря уже о том, что вообще сама тема разговора безумно интересная. Поэтому я просто вообще не заметила, как время пролетело, получала огромное наслаждение вас, слушая. Замечательно. Ну, Татьяна, я тогда жду вас завтра у себя на канале, потому что у меня как раз много людей, которые занимаются бизнесом, и у них маленький бизнес, некоторых микробизнес. Ну, просто люди хотят, например, продать свои какие-то услуги или подделки, и поэтому они осваивают и соцсети, и современные методы маркетинга. И ваш опыт в этом плане для них будет крайне интересен, крайне важен, поэтому жду вас завтра в 15 часов. Да, классно. У меня вопросы подготовлены, и с удовольствием, соответственно, продолжим наше сегодняшнее общение. Большое спасибо, Всеволод. Тут, кстати, в чате был вопрос, где про индейцев можно поподробнее почитать. У меня есть тренинг, называется «45 достижений». И там, на самом деле, я так просто по верхам, там много я чего туда добавил, потому что я 32 года этим занимаюсь. Например, там есть элементы медитации Будды. Медитации Будды я научился, когда проходил випассаму. Випассаму – это 10 дней люди находятся в таком состоянии, когда они все отдают, у них нет ни телефонов, ничего, им читать нельзя, в лица людям смотреть нельзя, люди просто в себя. И по 12 часов мы медитировали, 12 часов в сутки. Это надо быть ненормальным. И так 10 дней подряд. Но в этот момент человек понимает, что он не тело, он даже не разум. Он понимает, что он может разумом, оказывается, управлять, что просто чудо. Оказывается, мы можем разумом управлять. Надо же, это просто фантастик. Причем это достаточно быстро происходит. Где-то на третий человек начинает понимать, что он, в принципе, может управлять разумом. И это просто фантастическое такое открытие. И там много таких всяких вещей. Потому что если человек действительно хотел бы выполнять 100% из задуманного, и чтобы его цели стали реальностью, лучше пользоваться технологиями, которые реально работают. Ну, вместо того, чтобы просто идти вот на поводу этих маркетинговых умников, там всякие тайм-менеджменты, вот это все, как мы любим. Ну, люди, что сделаешь? Тщеславие человеческое. Тщеславие. Потому что ничего нового человек не придумал. Особенно то, что касается человека, его возможностей и так далее. Все идет вот это вот только перепье в караоке. Но так как, если я буду все время рассказывать, что кто первоисточник, там это все, поэтому мне нужно что-то добавить свое и сказать, это авторская методика. Это авторская методика. Такого не было никак. Это впервые. Впервые. А потом смотришь, а что же впервые? Что же впервые? Это же просто... Ну, а люди, потому что люди сами по себе, масса, это ведь неучи. 80% людей, это же вот... Это же все, это ведь невежество. И они, конечно, ничего не читали. И они это впервые... Это фантастика. Ой, как глубоко. Ой, а это вы автор, да? Я автор и разработчик. Да. Да. И поэтому. Так что вот, да. Спасибо вам огромное за интереснейшую встречу. Мне очень было созвучно то, о чем вы говорили. И в определенном смысле это тоже продолжение того, что мы обсуждали с моими слушателями в прошлом, в позапрошлом году. Вот Марина здесь присутствующая, не даст соврать. Когда мы обсуждали тему тайм-менеджмента, то мы с другой стороны, через другие аспекты, но тоже очень близко подходили именно вот к той концепции, которую вы сегодня рассказывали. И с положительными подкреплениями, и в целом. Поэтому мне очень приятно, что у нас с вами вот на системном уровне подход очень-очень близкий в этих вопросах. Для меня это еще одно подтверждение, что вот правильным путем идем. Ну и в конце просто хочу, друзья мои, вам сказать, как вам повезло, что вы встретили Татьяну. И если у вас есть возможность не только у нее обучаться, но и слушать ее, и пользоваться ее опытом, это просто подарок судьбы. Ну, на этом все. Спасибо большое. До встречи завтра. Завтра в вашем аккаунте поговорим про продвижение. Продолжение следует.